Ну вот это настоящее чудо! Да, такую картину не каждый день увидишь. Наша лучшая конькобежка Марина Зуева ставит на профессиональные коньки четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Доморчеву. Я как будто стою, только же увидела, все нормально. Здесь то же самое, как у вас, наверное, надо быть все время с коленей согнутыми. Копа должна быть не за коньками, а на коньках. И пошла! У тебя получится. Пошла, как Марина, как Марина! Знакомство двух спортсменок состоялось благодаря нашей программе и вылилось в настоящее приключение – от велопрогулки до фотосессии в коллекции Дарьи Доморчевой. Но об этом чуть позже. А сейчас – история нашей героини с внешностью фотомоделей и характером настоящего спортсмена с олимпийскими амбициями. Марина, ты как-то в многочисленных интервью рассказывала, что твое знакомство с конькобежным спортом началось благодаря сестре. Когда мне было 7 лет, моя старшая сестра уже занималась конькобежным спортом. И я, конечно, как обычная повторюшка, за ней все повторяла. Мне тоже нравилось, как она ходит на тренировки. У нее там были друзья, ей нравилось ходить. И как-то в один день я пошла с ней. И там все были старше меня намного. И как-то тянуло меня туда. И я начала ходить со старшей группой вместе с ней. А тренер, как на это реагировал? Ты все-таки очень маленькая еще для конькобежного спорта была. Тренер был сейчас, вот он является помощником главного тренера. Сергей Менин тоже, он сейчас со мной везде. Мой самый первый тренер, он сейчас как второй тренер мой. Сергей Александрович Ильютик. Что тебя в этом спорте зацепило? Было весело просто. То, что мы не только катались там, какие-то делали тренировки скучные, мы катались там и на коньках, на улице, на школьном стадионе. Было весело, команда была веселая, ездили на разные соревнования. То есть раньше я не задумывалась, почему я туда хожу. В 14 лет, когда уже выезжала на международные старты, уже была такая конкуренция, борьба. Какие-то небольшие соревнования, но международные. И там мне уже нравилось побеждать. Зарождалось у меня такое соперничество, конкуренция. Это прошло 10 лет с момента, когда ты перешла на лед. Это большой период. Ну да, в детстве не особо я стремилась как-то выиграть. Но все равно ты делала на тренировки. Мне вот этот момент интересен. Что тебя все равно туда манило? Ведь это надо просто идти. Там холодно, во-первых. Это тоже весело. Потом весело. Лед. Весело, лед. Но хорошо, почему не фигурное катание тогда? Но для девочки. Наверное, все-таки из-за того, что старшая сестра, я за ней повторяла. И я люблю именно такую работу, когда долго, сложно, тяжело. Монотонную? Ну да. Серьезно ты выдерживаешь вот эти длительные марафоны? Я в детстве ребенка была очень активной, много бегала, играла на всех деревьях. Если раньше вот резиночки прыгали постоянно девчонки, то в той команде, в которой я прыгаю, то мы точно выигрывали. Если играли в казаки-разбойники, то я дальше все к тому бегала. То есть я очень была такая выносливая, активная. И, наверное, фигурное катание не подошло бы мне по темпераменту. Хотя, если с детства бы отдали, наверное, как-то привычка была бы. Рядом с зумом оказалась секция по конькобежному спорту, поэтому пошла в конькобежный спорт. Чуть ниже клюнь носом. Тогда будет еще лучше. Правое плечко прижато. Ты очень часто тепло высказываешься о Сергея Мини. Верить в тренера – это очень важно спортсменам. То, что он делает, то, что иногда кажется, что это невозможно. Только тренер тебе может сказать «да». Ты можешь, поверишь. И вот я вижу, как все прогрессируют у него и верю очень в него. Смелей набираем скорость! Смелей! 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 Я не умею тормозить еще, так что я поехала. Я вижу сейчас, что у двоих девчонок просто улыбка до ушей. И это передается, я думаю, всем находящимся здесь. Вот я и спрашивала. Мягкие стены тут, нет? Стены мягкие. Мартин! Дарья, это Сергей Минин, тренер Марии Жуевы. Здравствуйте! Очень приятно. Очень и очень приятно. Это первые шаги, Марина, в этом сезоне на льду. Серьезно? Да, они же на асфальте. Марина с почином. На льду впервые. Он очень эмоциозный. Я вижу прям, как он горит. Потому что некоторые тренера, они просто тренируют. Вообще, когда человек занимается какой-то деятельностью, когда видно в нем, что он горит этим делом, то он в нем успешен. Вот он горит. Не запаздывайте. Уходите вместе с ним. От конька двигаете, вместе с ним уходите. И весь полотон это синхронно делает. Дороги! Тут такой момент, что... Ладно, ладно, когда команда гонит. Когда команда гонит. Мне-то Марина подскажет, она будет настраивать. Я сучу, конечно. Очень здорово, если вот в таком варианте сети лыжные ботинки и лезвия, да, вам играть методически, уменьшая количество шагов напрямую. Здорово! Переступаешь! Молодец! Ну, надо понимать, я Марине даю примеру задание иногда прямую пройти за 4 шага. На скорости под 50 км в час, да. То есть, ну, у вас скорость немножко на данном сете будет меньше, но она будет помогать вам такое упражнение, просто учиться балансировать, напрягать все стабилизационные мышцы, чувствовать именно скольжение. И давать коньку лыжам в итоге делать свое дело. Я очень понимаю Марину, почему она удаляет вид спорта. Также, да, приезжайте к нам тоже на лыжные трассы. Тебе было 14-15 лет, ты поняла, что можешь быть спортсменкой и хочешь уже выигрывать, но потом ты уходишь из этого вида спорта. Как так получилось? Ну, такое случается, когда результат останавливается, уже не видишь смысла для чего заниматься, неинтересно. И, наверное, у многих такое бывает, у спортсменов такой переходный вот момент. И я в этот момент оказалась, ну, не нужна, наверное, никому. Я не видела перспектив, и команды толком и не было. Та, что была команда, она не очень мне нравилась, как тренировались, какой образ жизни вела, режим, дисциплина. То есть я перспектив не видела. И бросила заниматься, ну, начала работать с тренером. Также работала еще в турагентстве, потому что я училась на менеджмент-туризме. Тренировалась сама. То есть я собирала, помню, на горный велосипед. То есть даже не было у меня тренировок режима, но я сама ходила там в бассейн, сама могла дома себе круговую тренировку устроить, там, станции какие-то разложить. И люблю это вообще засекать, вот это все напрягаться. При этом не собираясь выигрывать. Да. То есть просто я для себя, мне вот, когда я тренируюсь, мне прямо есть лучшее чувство. Когда нет тренировок, все, у меня сразу начинается какая-то хандра, какие-то болезни в организме появляются. А когда есть тренировки, то хорошо себя чувствую. Спустя какое-то время, два года где-то прошло, мне мой старый друг, сейчас он работает тренером генерской команды, предложил поучаствовать в роликах, поехать на марафон. И я поехала, помню, что у меня цель была вообще там не выиграть ничего, просто ехать и махать наручкой в камеру, и чтобы потом себя на фотографиях после марафона найти и эти фотографии себе сохранить. Благодарен, в первую очередь, ее сокоманнику Руслану Тоболичу. Это тот человек, который ее вернул обратно в спорт. Они вместе тренировались у первого тренера, Людька Сергея Александровича, с самого детства. И Руслан, естественно, знал ее давным-давно. И именно Руслан познакомил Марину с Сергеем Мининым, понимая, что его другой подход к тренировкам, иная философия, заинтересует харизматичную Зуеву. По сути дела, никаких взаимоотношений, как в системе спарсмен, тренера не было. Поначалу мы ее пригласили как тренера, который закончил спорт, и пригласили как молодого тренера работать с детишками в роллер-школе. Марина продолжала совмещать работу с роликовыми стартами. И главное, успешно. В эстонском Тарту она выигрывает престижный международный марафон. Ее время – 1 час 19 минут. Она возродилась, и в роликах пришли к ней первые успехи раньше, нежели в коньках. Это были марафоны международные, где по тысяче, по две участников было. И она начинала, сначала в десятку попала, потом «Вау, давай попробуем, еще лучше, еще лучше». И я помню тот драйв эмоций, когда было первое золото на международном марафоне в Тарту в Эстонии, где просто 2000 человек сзади осталось. Тогда было ясно, что способности на выносливость просто феноменальные, при этом человек не в рамках национальной команды тренируется. Марафон в роликах сколько километров? 42. Классический? Да. Как и в беге. Ну, выносливый точно. А бежать не пробовала вот такой марафон классический? Нет, наверное, не пробовала. Все-таки тебе надо стоять или на коньках, или на роликах. Да, ролики, скорость, быстро мне нравится. Не страшно? Ой, ну, раньше было страшно, когда видела какие-то завалы большие, но и сама улетала, и в куветы улетала на роликах, и в какие-то кусты колючие с розами. Помню, в Латвии на марафоне улетела тоже. То есть и под дождем бежала, когда проскальзывает. Ну, сначала боишься, страшновато, а потом уже вот думаешь, когда это все игра, когда конкуренция, думаешь о соревнованиях, то забываешь, а чувствуешь страх, что можно подкальзнуться, упасть и не боишься. Видя, какую скорость Марина показывает на роликах, ее талант, тренер пытался вернуть Зуеву на лед. Получилось далеко не сразу. Я говорю, мне неинтересно, там, на льду нечего делать. Вы не было неинтересно? Ну, да, неинтересно вообще. Я работала тренером, я даже, помню, я была вожатой в лагере. У меня дети. Ходила я где-то раза три в неделю кататься. Ну, даже иногда, я не видела еще, не было желания во мне. И я иногда так смотрю, пришли старшие на тренировки, а у меня закончилась детская группа. Я думаю, я пойду через другой выход, пройду, но я не хочу на тренировку. Но сначала, то есть, действительно избегала, не хотела ходить на лед. Ну, видела, что получается что-то у меня. Как-то съездили осенью, по-моему, в Коломну, в России на соревнования, и я там хорошо сбегала. И стало понятно, что на льду у меня тоже получится. И вот мне Сергей Минин поставил задачу, ну, давай, как-то заинтересовать меня хотел, давай сделаем мастера спорта. Потому что я ушла из спорта к МС. И, ну, да, интересно. Хочется так долго занималась, все-таки мастером хочется стать. К 15-му году ее мечта заветная сбылась. Она стала мастером спорта, наконец. Вот это за два года мы подправили ее где-то, по-моему. Тренируюсь два раза, максимум три раза на льду. Все. Так, больше она не хотела, она не виделась в никобежном спорте, потому что перепробовала вот до этого ухода со спорта очень много, все не получалось, и с национальной командой тренировалась, ничего не получалось. Ну, и тут мастера спорта сделала и говорит, все, хватит. Я добил свои цели, пойду дальше работать. Ну, и, конечно, у нас, условно, у меня было такое расстройство. Ну, как так получается? Ты же вроде бы уже неплохо выглядишь даже на белорусской арене там среди девчонок и не так много, как всегда, и в любом виде спорта, циклическом особенно, да. Ну, и уговорами, заговорами давай не два раза, давай три-четыре раза попробуем походить на лед. После роликового сезона очередного, да, вдруг получится попасть в национальную команду и, ну, вот новую цель такую, короче, поставили. Вот, все получилось. И так все время было. У меня придумывают какие-то цели, заражают меня чем-то, и я потом эту цель выполняю. Мне даже писал там такие на бумажках, вот, цель там, чемпионат Беларуси, надо выиграть, там, пять километров. У нас там Татьяна Михайлова была непобедимая много лет на чемпионате Беларуси. Выходила с ней на три километра, и чуть-чуть амбиций не хватило, проиграла. На следующий старт уже выходила, пять километров, у меня была цель выиграть чемпионат Беларуси, и я уже понимала, что все, это вот сегодняшний день надо использовать цель выиграть чемпионат Беларуси. Выиграла. Ищи расслабление. Потому что это немножко начнешь доквапывать, он на процентов 10 должен раскрываться. Дальше происходит какая-то фантастика. То есть мы программировали, по сути дела, результат практически каждый год. Феномен какой-то, никто не верил, но когда человек пишет визуализация, да, программирование, пишет на листике каждый круг, как он будет проходить, и каждый результат на основных дистанциях. И это было в конце сезона смотришь десятая в десятую, где-то в сотую, это фантастика. Ты, наверное, не помнишь, а я помню. Знаешь, когда мы последний раз виделись? На Олимпиаде. Да, помнишь. Это была вообще гениальная история. У нас был один свободный день, мы вышли с журналистами погулять у моря. Это Кан-Ин, прибрежный кластер. И такие идем, мы слышим, эй, белорусы! Красная, красная. Я смотрю, кучка этих людей, и где красная? Да, и мы поворачиваемся. Представьте, это Кан-Ин, Корея, на велосипедах в форме сборной Беларуси Марина Зуева и ее тренер Сергей Минин. Ну, мы и так рады были. А на улице было же тепло, и мы с удовольствием используем на улице велосипед. Да, это было очень здорово. И очень неожиданно, потому что зимние олимпиады как-то велосипед из зимней олимпиады и пляж, и волны. И пляж, и волны. В Корее была замечательная атмосфера, у нас там погода. В тот момент, когда ты поняла, что ты едешь на олимпиаду, вот это была тогда цель? Самое главное, попасть на олимпийские игры? Да, это невероятно было. У нас первый отбор в нашей команде был у меня на 5 километров. У нас можно отобраться на 5 километров двумя способами. Либо это набрать очки на протяжении всех турниров мира, либо забывать временем. Из всего мира отбирается 12 девочек только по времени. И этот отбор состоится только один раз. То есть по очкам тоже можно пройти, но это так, рискованно, да? То есть если у тебя есть время, ты 100% проходишь. И, конечно, я хотела пройти, и в этот день был Кабакмира в Норвегии. Мы бежали 5 километров. Я бежала уже, наверное, было 9 часов вечера. В самом конце, там холодно очень на стадионе, я бежала в квартете с четырьмя другими девочками, которые такие же, как и я, по уровню, и мы все могли отобраться. И я слышала, как другие тренеры, кричали им «Афганитом» на английском, что-то там «Зуева! Зуева!» Сначала я ехала медленно, ну, я ровно так держала и до конца-то держала. А у многих было падение. То есть они начали быстро, и случилось западение. И когда я встаю, смотрю на табло, и понимаю, что я отобралась, это такое было чувство. Там просто все, не знаю, там массажист, доктор, я помню, все тогда еще с нами ездила, тренер Лариса Владимировна. Мы так все были такие счастливые, тренер. Я помню, что вот эта первая квота далась мне очень тяжело, и я смотрела, как другие девчонки расстроились, как они плакали, что вот проиграли мне. Да, очень сильный момент был. За две недели до Олимпиады был Кубок Мира, и Марина уже была на ходах вот после Нового года, там, третий, четвертый, пятый Кубок Мира. Она была в шестерке, но она так подобралась к подиуму, что ей пару сотых, десятых не хватило до медали. То есть настолько прессануло всю элиту, что, ну, понятно, что мы ехали туда с особым таким рвением, мечтой, скажем так, потому что, ну, вот внутри у нее точно живет то, чего не живет у многих спортсменов, но это приобретаемое, опять же. Я знал ее с самого начала этой карьеры, пути в национальной команде. Это приобретаемое качество, мечта и вера действительно в то, что делаешь. Этот тренер говорит о маст-старте на Олимпиаде, тогда Марина финишировала шестой. До этого 25-летняя дебютантка Олимпийских игр была дисквалифицирована на дистанции полторы тысячи метров за нарушение правил при переходе на другую дорожку, финишировала седьмой на дистанции пять тысяч метров и заняла одиннадцатое место на дистанции три тысячи метров. Мы планировали успешно выступить и показать свои лучшие секунды на равнином катке, и у нее это получилось. Но вот за 13 дней мир двигается резко, с того ни сего, по щелчку, она на первой же дистанции в своих трех километрах пять секунд словила от первого. И между ей и первым местом еще десять девчонок улезло. И она на одиннадцатое место откинулась после первой дистанции. Это был шок. Мы наблюдали за тобой, как ты шестая, седьмая. Это, конечно, колоссально. Учитывая, что у нас давно в конькобежном спорте не было такого успеха. Ну, я рассчитывала в себя, что лучше прибегу, конечно. Ну, на Олимпиаде случается такое неожиданно. Многие спортсмены прям делают еще шаг какой-то. Еще от тех результатов еще вперед шагают, еще быстрее бегут. Но у меня опыта нет Олимпиады совсем. Другие совсем эмоции. Нужно было как-то... Ну, в следующий раз буду более готова. Олимпиада – это особое мероприятие, где, скажем так, нужно быть на голову сильнее самому. Планирование за 4 года надо двигать секунды еще сильнее, нежели была предыдущая Олимпиада. И здесь нужно быть подготовленным просто зверски. Поэтому уже есть определенный опыт и наработки. А что значит более готова? Если все-таки, в принципе, ты показываешь хорошие секунды. Что именно на Олимпиаде пошло не так для тебя лично, что обескуражило? Не позволило зайти на пьедестал? Ну, как-то привыкла я... Больше со своей командой всегда на чемпионате мира все четко, по расписанию. На Олимпиаде очень много свободного времени. Надо как-то занимать, не накручивать себя этими мыслями, не волноваться. Ну и наша команда отобралась. Мы так как-то, можно сказать, неожиданно добавили еще 3 человека. Все так как-то было внезапно. То есть мысли какие-то были такие, не до конца уверена в себе была. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА В общем, мало одного вида спорта. Надо постоянно что-либо делать. То есть если сегодня не коньки, то у тебя велосипед. Ну да, есть такое. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Елена Милюсик ехала тоже гонку. Она выиграла, конечно, эту гонку. То есть велосипеды ты любишь не меньше, чем коньки. Правильно понимаю? Велосипед я люблю, шоссе. Сейчас вот мой тренер решил, что будем заниматься мощностью. И мне не хватает мощности. И выходить на трек, на велодром кататься. Мы с девочкой, с моей командой, они не фунтовые, двоем. Сейчас раз-два раза в неделю ходим на велодром, чтобы делать эти тренировки. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА С велосипедом ты тоже не сразу подружилась. В смысле, ну, наверное, не сразу приняла предложение того же Сергея Минина, чтобы ты поучаствовала в чемпионате. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Ко предложения не было. Сергей Минин, он не спрашивает. Он просто тебе помещает туда, в эту зону дискомфорта жесткую, где дети бойцовские девчонки. Он признавался, что это не так просто сделать. Ну, как не просто? Это, может, он так говорит. На самом деле, он мне просто представит перед фактом, ты едешь эту гонку, эту гонку, эту гонку. И все, и я уже настраиваюсь, понимаю, что да, это сделает меня сильнее, что мне это нужно и для физической формы, и в целом для характера бойцовского. И многие виды спорта циклически используют велоподготовку как основное такое средство развития выносливости, да. И я скажу, что у нас в нашей подготовке это занимает по, если в часах изображать, да, в процентах в часах, это больше половины. То есть около 60% Марина сидит в седле за весь годовой свой макроцикл. Это седло, это под 600 часов. Чувствую резерв, потому что сама себя иногда удивляю, и на велосипеде, на что способна тоже. Например? Ну, вот последние гонки, где я ездила в Бресте, то есть я сделала отрыв в начале гонки, ну, мощное ускорение, и дальше продолжила ехать, и в самом начале гонки еще впереди 80 километров. И в таком режиме нужно было с сильным его ехать. То есть я, у меня на финише я выложилась, но я удивлена была, что я смогла, я и не побоялась и с самыми сильными девочками конкурировать. Широкова, Анна Терех, Глуб Минск там весь был. Вот, и на льду есть резервы в технике еще, потому что, казалось бы, я занимаюсь уже столько, уже все изучено, но в технике еще есть моменты, где брать скорость. Хорошо. И это тоже дает свои результаты. Марина не раз попадала в призеры гонок чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе. Я скажу так, что я после каждого велосоревнования, мы, либо Марина, либо я, либо еще кто с нами в команде, мы все время оставляем посты в соцсетях, и что большое спасибо всему веломиру, здорово-здорово нас, пингвинов, прокачали. Потому что, ну, реально прокачивают. Там девчонки дерзкие, такие трудолюбивые, и это то, что нужно как раз. В эту атмосферу, когда Марина попадает, окунается, я рад тому, как она прогрессирует ментально там. Стой, стой. Что ты? Ну, ты бы не ушла с конькобежного спорта в велоспорт. Вот сейчас, условно. Поменяла бы? Нет. То есть ты готова сочетать? Да. Такие претенденты есть в мире? Да. Такие конькобежки есть даже из Канады, девочка, которая на Олимпиаде участвовала и успешно на летние, и на зимние. То есть это популярно. У нас одни и те же мышцы, я много велосипеда выполняю летом. То есть я могу соперничать с ними. Но все-таки коньки это твоя любовь первая. Ну да, коньки это уже как-то вот здесь вот, в сердце. Да чувство вот это, вот когда ты несешься, когда ты себя чувствуешь сильным, техничным, ты чувствуешь себя очень красиво едущим. То есть красота немаловажна в данном виде спорта, да? Да, очень красивый вид спорта. А были моменты, такие отчаяния, когда вот казалось, что нет, я, наверное, не смогу преодолеть все это? Да, такое бывает. Когда? Ну, на фоне сильной усталости, когда уже прям хочешь только спать и спать, и уже неинтересно даже вставать на тренировку, вот утром тяжело. Ну, в такие моменты надо вспомнить. И дать себе отдохнуть, сказать, что можно я здесь сделаю наполовину или легкую тренировку сделаю, то есть у меня весь объем. И тренер увидит, услышит и снизит или сделает выходной. А для тебя нужна дополнительная мотивация? Либо ты сама себе пример? Когда одна, я делаю идеально тоже тренировки. То есть мне не надо, чтобы мы стояли, смотрели, чтобы я четко сделала протокол тренировки, нужные там секунды, килограммы и так далее. То есть я ответственна за свой результат сама, и я мотивирую себя, я даже одна могу сделать идеальную там тренировку на велосипеде как надо. Вот ты вспоминала, что тебя и кумиры твои мотивировали, например, Даша Домарчева. Ну да, Даша Домарчева, такие наши спортсмены сильные в Беларуси. Вот Алена Амелюсик, Кириенко. Самые тяжелые моменты на тренировке бывают, когда длинная какая-то работа тяжелая такая. Я почему-то вот, они мне дают как-то силы. Я вот чувствую, что если они такие вот сильные эти спортсмены, они любят свою работу и добиваются успеха с тяжелой работой, то и я могу. У нас складывается вообще в Беларуси, что девчонки очень быстро всего достигают, да, в разных видах спорта. Очень трудолюбивые. Когда я еще была первый год в национальной команде, и мы поехали на чемпионат мира по многоборью в Канаду, туда много лет мне отбирались в Беларуси вообще конькобежцы, и я отобралась, и тренер распечатал фотографии, которые у меня на телефоне есть там, где на руки вверх, с флагом, там у нее эмоции такие, прям вот через фотографию заряжаешься, этим позитивом, этой победой распечатывала, и как-то я захожу в комнату свою, где живу, и у меня фотки ее, какую-то, не знаю, энергию какую-то чувствуешь от нее, сильно. тогда Марина и не думала, что когда-то познакомиться со своим кумиром в спорте. Я просто не понимаю, как это вот все случилось. На самом деле, в мире, я считаю, тоже существует такая вот какая-то взаимосвязь, все-таки общая энергия. Звонит мне Анна Исман и говорит, знаю я, Марина, что ты хочешь с Дашей, добро тебя познакомиться, давай тебе познакомлю. Велопрогулку устроила. Да, велопрогулку. Мне тренер говорит, бери шоссейные туфли, шлем, а я возьму горный, там же велопрогулка. Это не серьезно. Приезжаю на встречу с Дашей, она там в велоформе, в шлеме, все в туфлях. Все экипировано. Экипировано, ну да. За полтора часа велопрогулки Марина с жадностью журналиста задала четырехкратной олимпийской чемпионке казалось все вопросы, но все по существу. Ты вот перед самой Олимпиадой, да? Как ты вообще себя настраивала? Да, понятно, люди ждут и страна ждет, но спортсмену важно сфокусироваться вот именно на своих уже четких действиях, которые выполняются на тренировке и в нужный момент включить такой какой-то внутренний уже заряд запал. Включить себе Дашу Домручеву. Пойти и сделать просто. Ну и когда первую награду удалось завоевать, первое золото, уже тоже важно было с эмоциями не перегрузиться, не перепраздновать, потому что опять же соревнования еще впереди. Потому что самое важное, конечно, это вот поймать волну эту эмоциональную, физическую. А бывало такое в тренировках, что ты вот уже не можешь? Важно понимать, что тут тренировочный процесс, но с другой стороны важно понимать, что все-таки если где-то перегнешь палку, то тебе это сыграет уже не на руку. Не знаю. Как я доходчива, тебе нет своих ощущений? Ну я этому чувствую, могу сказать. И Марина понимает, зачем ей это надо. Ее главные медали еще точно впереди, а пока тоже есть чем похвастаться. Это и победа на зимней универсиаде, и призовые места на этапах Кубка мира. В Норвегии в 2019-м бронза на 3000 метрах, в 2020-м в Нидерландах серебро в Мастарте. Но самая приятная медаль, конечно, на домашнем этапе Кубка мира перед родными болельщиками. После Олимпиады был Кубок мира. Все те же, кто на Олимпиаде был, кстати, из разговора, что рассказывал, все те же, абсолютно все те же участвовали. Но не все ее обыграли, и она взяла свою первую медаль. Это серебро было. Это был 2018-й год. Минск-арена сильнейшая конькобежца мира. Дистанция 3000 метров. Ее первая медаль серебро Кубка мира. Началось очень много всяких репортажей, съемок, фотосъемок. На фишу подисти сфотографируйся, на журнальчик еще сюда. Это ее учат. За рубежом лицо нашей команды естественно, что уважение. Уважение. И нет такого, что там слишком легко можно с ней пообщаться. большинство мужчин, спортсменов очень уважительно и с опаской. Потому что она все время такая серьезная, сфокусированная, но ее улыбка с ног сшибает всех. те фотографии профессиональные, которые сейчас делаются с ней, она реально там и прически, и с Дашей Домручевой там покатались, сделали очень хорошую коллекцию, там где-то позирование, где-то женские вот эти вот все штучки, заманушки, конечно, сейчас красота. вот, молодец, здорово. Ну что, мне кажется, Марина в новом амплуа очень даже готова освоиться. Я очень удивилась, что такое предложение ко мне поступило сняться в ее коллекции. Ну, с радостью приняла его, тем более, что приехала в магазин и мне подобрали образы, в которых мне комфортно, которые мне самой нравятся. Сначала мне немножко было дискомфортно, потому что нужно было позировать, как-то себя чувствовать такой прям девочкой-девочкой, моделью. Но потом, наверное, через полчаса, через час я уже расслабилась, вошла в роль и слушала команды, которая мне там меняла наряды только и улыбалась. Понравилось? Да. Вообще, в принципе, вот это все нравится? Ну, немного. То есть, постоянно, конечно, от этого устаешь. Вот это накраситься, это все долго, ждать, сидеть на одном месте, пока там тебе что-то красят долго, переодеваться. Но иногда, иногда нравится, но не постоянно. То есть, все-таки спорт мне нравится больше, чем краситься и менять наряда. То есть, ты не девочка-девочка, вот такая вот, то есть, не совсем. Больше пацанка? Нет, я не знаю, я могу сказать, что я пацанка или девочка-девочка. Я у меня какой-то такой характер, что я по настроению. То есть, сегодня я, как девочка-девочка, хочу на ручке там и есть мороженое ложкой, да, а завтра я вообще, как боец, становлюсь на старте, агрессивно там стартую, никого не боюсь и выигрываю. Все это настроение, человек настроение. Как я почувствовала, вот все-таки вот в этом костюмчике ты чувствовала себя максимально расслаблена, да, так что забирай его. Да, нашли с удовольствием. Все, спасибо тебе огромное, это же было очень здорово. Насколько ты уже можешь раскрыться перед твоими болельщиками немножечко с другой стороны? Ну, это все приходит ко мне с уверенностью на льду. Я когда хорошо себя, хорошо выступаю, успешно, то ко мне и уверенность такая вот приходит. Я могу там и махать зрителям, поцелуеву раздавать. То есть, когда я успешно на льду, то я сразу вот такая открытая становлюсь. Когда я собой недовольна, то я грустная такая, мне не хочется радоваться. Но я все равно понимаю, что есть болельщики, которым надо там махать и привет передать. Махать и девушка. Ма жизнь, она одна, как у каждого человека. И сейчас она полностью отдана спорту. Но ты же в первую очередь женщина. Женщина в спорте. Как же личная жизнь? Ну, пока что моя личная жизнь Это моя коллекция велосипедов Моих коней Это мои любимые друзья Велосипед, мой принц Моя любовь в спорт Я хочу сама вырасти и сама достичь успеха В спорте, чтобы стать кем-то И тогда уже будет другая жизнь, наверное А нет такое, что общественное мнение Вокруг давит на то, что Марин Может быть, уже хватит тебя Ну, есть, конечно, в наших странах Такое, что вот уже возраст Надо там замуж и так далее Но все-таки большинство людей По-другому думают В моем окружении То есть нельзя себя никакими Рамками защемлять Женись, когда хочешь Заводи детей, когда это не тому, что Мама хочет, а когда ты хочешь, чтобы На одно счастье счастливого ребенка стало больше То есть не слушая никакие убеждения И живи, как тебе надо Ну, хорошо, сейчас программу посмотрят молодые люди И подумают, что у них нет никакого шанса У них есть вообще шанс познакомиться с Мариной Зуевой И завести какие-либо отношения? Ну, знакомиться бывает часто Даже где-то я стою в магазине И меня узнают Просят фотографироваться И да, бывает знакомиться Шансы есть всегда Ну, на машине быстро приездить Гаи, наверное, счастливы Гаи, да Пока что они не знают об этом еще С парашютом прыгала Из-за таких экстремальных видов Где? В Минске Мне страшно было Ну, немножко волновалась Особенно, когда сказал или мне Прыгал с инструктором с трех километров Выходи на крыло И вот этот момент Что выйти с этого маленького самолетика На крыле стоять А уже когда Понимаешь, что все Прыгаешь и летишь Там не страшно совсем Когда на отдыхе была На море Перепробовала все виды Вообще отдыха И самые страшные горки В аквапарке Эйти Феррари Роса Быстрые Которые с места 200 километров в час Но мне нравится преодолевать Свой страх Я знаю, что Вот в такие моменты Когда надо что-то Сделать шаг Или в такой вот страх Я себя в эту атмосферу кидаю Мне нравится это чувство Что я вот Сомневаюсь Я сделаю это или нет Мне нравится Интересно Я вот смогу это сделать Я понимаю, что страшно Но всем страшно Но вот смогу ли это сделать Почувствовать И потом гордиться собой Что я преодолела Хорошо, смелее, смелее Сиди на конечке Катись И сейчас смело В ход поорот Вот, хорош было Супер Она сейчас с усмешкой Вспоминает Какой она была 11, 12, 13 год До попадания В национальную команду Есть видео Как она тренировалась Техника Все остальное Но сейчас смешно смотреть Я примеры привожу К каждому сейчас Подрастающему Молодому парню Либо девушке Вот Все то, что Есть сейчас у Марины Это кроме как Личного характера Который где-то Воспитался родителями Где-то воспитался Тренером первым Да Любовь к спорту Которая Ну, в определенный момент Отсутствовала Трудолюбие Это однозначно От первого тренера Потому что Это факт Вот Всего остального Не было То есть Всех знаний И опыта Даже характер Вот этот Такой бойцовский Он по-прежнему Один из нас Таких приоритетных Направлений Стать дерзкой Такой амбициозной Такой стервой Настоящей Чтобы бороться За свое Я ее считаю Одной из ведущих В мире По-прежнему С большим количеством Резерва Некоторых аспектов Техники Которым постоянно Шлифуем Вот И этот процесс Очень такой Бесконечный Многогранный Она настоящий Лидер Она Просто Не ходит Никуда Там Ногами Двер не ошибает Вообще такого поведения нет Самое скромное Многие так Будут не считать Потому что По тренировочным Процессу Если что-то не идет Она там Все время будет Злиться Там Ругаться Вот Но Всегда Вся в себе И всегда Придержишься Такого мнения Что Там К примеру Мне как тренеру Сложно Обсуждать План Выступления Действий На медаль Потому что Она даже не хочет Разговаривать Про эту медаль У нее есть Секунды Которые она хочет Показать Она знает Технически Как она должна Делать Но я не хочу Разговаривать Потому что Ну такой принцип Если не сделаешь Не стоит Языком Молоть Налево И направо Не люблю Говорить Как и многие спортсмены О каких-то Планах Мечтах Целях Чтобы Это все Сбылось Потому что Я храню Внутри Свои мечты И цели И думаю О них И берегу Но я могу Сказать Что Я бы Видела себя Очень успешной Спортсменкой В будущем С Такими регалиями Как чемпионка мира То есть Я хочу Чтобы наш Каникобежный спорт Пополнился Такими вот Наградами И чтобы Это вышло На новый уровень Какой-то В развитии Из-за того Что я так Показываю пример То что я вижу Как уже подтягиваются все И В будущем Вот Нашему спорту Приносить какую-то пользу То есть Дальше самой Заниматься этим развитием И Быть в Каникобежном спорте Но уже Не спортсменкой Но продолжать развивать Статусе тренера В том числе Наверное Возможно Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...